Говорят, недовольны ремонтом. Сейчас мы узнаем, что здесь происходит. Посмотрим, за что подписи собирают. Я не знаю, как вам повернуть. Про отопление. Здравствуйте, журналист. Что происходит здесь? Расскажите. Собирают два дома. Вопрос задают. Будете ли менять отопление батареи? Недовольны отоплением? Нет, это они хотят поменять. А я против. Ремонты сделаны. А вы чего недовольны? Я всем довольна. Я не встуду. Добрый день, расскажите, в чем проблема? Столько людей собралось? Собрание. Недовольны ремонтом или что? Конечно, недовольны. В подъезды зайдите. Дома каких годов? 58-59. И что, после этих годов не было ремонта? Первый раз ремонт начинается. Первый раз. Он начинается. А чем вы недовольны? Чем недовольны? Ничего не сделано. Все развалили в домах, в подъездах. Все развалили. И ничего не доделывают. Уже два месяца все стоит. Все ничего не делают. Не страшно. А почему? Что говорят? Какая проблема? Ничего вам не говорят. Нет, вообще ничего не говорят. Спрашиваем, как нас ругают еще за то, что мы спрашиваем. А кто здесь из власти есть? Или может представители организации? Ну вот, мужчина. Мужчина, если вы по 25-му дому, если вы отказываетесь, то подойдите. Или против, или за нами. Добрый день, Руслан Кулеевич, Гроднолайф. Почему здесь люди спрашивают? С чем они недовольны? Вы представите... Капиталевым ремонтом? Всем недовольны. Всем довольны. Никакой. Никакого ремонта? Нет, ремонт делаем. Делается ремонт. Просто старый дом, которому уже 60 лет и очень много, и 4 года. И много очень доработок проектировщик, который что-то неправильно, где-то что-то доделывается. Поймите правильно. Дом. Короче, начали капремонт без неиме проектов. Это все разрушает. Вы представитель строительной организации, да? Вы уже включите. Но это работа не сделана. Гроднолайф, Руслан Куревич. В чем суть проблемы, расскажите. Люки на счетчике. Люки это одно. Вы сейчас недовольны ремонтом, да? Я вообще спрашиваю. Вот представительный мужчина. В чем вы недовольны, расскажите. Когда должны сдать были? В январе? А у меня еще не заштукатурено, еще унитаз не прикрученный. Ага. И кирпичи 2 месяца в ванной лежали. Не пройти, не проехать. И как будем решать? А в подвале ноги сломать можно. С самого начала ремонта. Все, что весь мусор там есть, пусть придут. Кто виноват в этом? Вот они представители, которые обещали, надо заснять, показать, что в январе должны сдать этот самый дом. Ну вот и все. Какая строительная организация? Вот, что-то, короче. И что, они не выполняют, не укладываются в сроки, да? Январь, месяц, срок сдачи, ремонта. Все, их не должно здесь быть никого. Может, кризис? Что и кризис здесь у них в башке, кризис. Хорошо, сейчас разберемся. Это предстоит с инвестрацией? Да! А подъезды тоже ремонтировать? Да. У нас прошли. Да. Скажите, подъезды не будут ремонтировать? Да. Будут восстанавливаться подъезды. Будут восстанавливаться? Да, да. Расскажите, в чем суть проблемы? Проблемы нет. Так а почему люди собрались? В проводном собрали. Рабочий режим, да, проблем нет. Только говорите, что вы должны были в январе сдать объекты, но не сдали. Почему? Потому что все развалино. 10 домов взяли, ни один не доделали. Ну вот. Ни один. Мужчины, расскажите, в чем проблема? Почему люди недовольны? Люди, чем недовольны? У людей разногласия по поводу того, делать отопление, проводить или нет. Почему такое разногласие? Потому что когда люди начали, увидели капитальное строительство дома, то в итоге вышло, что их это все не устраивает. Если они разведут такой же бардак с отоплением, так люди вообще будут в полном шоке. Они уже пребывают по поводу. И кто в этом виноват? Организация вопроса хромает немножко. Посмотрите, козырьки там стоят. Старые. То же самое здесь внизу. Видите, цоколи, он тоже сетка короткий. Хорошо, это будет штукатурка, это понятно. То есть на это все. Ну а что дальше там творится, это... Ну а вы за что выступаете? Вы как жители этого дома, да? Да, да. Что вам нужно, чтобы все были довольны? Вот вам и вашим соседям. Мне нужно, что... Я могу сказать за себя, что нужно, это каждый человек говорит. Мне нужно, чтобы было все в порядке. Если трубы должны меняться, отопление, да, то я за то, чтобы их поменять. Вот. Что касается радиаторов, радиаторов, да, мое мнение такое, чтобы они оставались, они уже проверены, да. Потому что то, что предлагают ли их продувать будут или не продувают, да, это не всем, меня лично, это не устраивает. Поэтому я за то, чтобы, если началось это вся вот это вот аварийное строительство, капитальное строительство, я за то, чтобы довести его до конца. Если нужно трубы поменять, то лучше их поменять, чем ждать того момента, когда их порвет, а их от старости порвет, их от старости порвет в любом случае, да, и потом тогда все будут опять недовольны. Но уже тем, что они не позволили людям делать свою работу, скажем так. Хорошо, подойду, там позвали, сейчас спросим. Спасибо. Вот же мы как? Это было второе собрание, нам сказали, проект переделывается. Переделывается. Вот эта контора, которая делает, ее уже не существует. Делает другая, так было? Да. Так было, так это что, я придумала? Мы все хоть придумали, а в итоге мы отопление не делаем. Проект переделывается в плане того, что я же уже говорил, что надо делать еще на 8-8-8. Вы хотя бы, я стою, видите, как? Отопление первоначально было сделано, проект, никто Вот, короче, все-таки споры, люди недовольны. Сейчас мы видим представителя местного ЖЭСа. Здравствуйте. Не готовы общаться, ладно. Хорошо. Соединение. А зачем это нам надо? В трубке нет тонкого jeito? Вашелux, в dirty руке. Спасибо.